Музыка Здравствуйте, с вами Маша и Катя, и мы ведем репортаж из 13-й школы о всеми любимом спортивном празднике. Сегодня, 3-й субботу сентября, проходит легкоатлетический кросс, посвященный великому учителю физкультуры Анатолию Владимировичу Розову. 23 сентября вся школа номер 13 имени Рудольфа Александровича Наумова вышла на старт. Учителя, ученики и родители собрались на семейный спортивный праздник «Осенний кросс памяти учителя физкультуры Анатолия Розова». В этом году на мероприятие собралось около полутора тысяч человек. Сколько лет уже традиции проведения кросса? Этой традиции более 25 лет, 28 или 29. Вам нравится вообще вот эта вот традиция? Да, конечно, поскольку она объединяет всех участников. Это и родители, и дети, и учителя. Приходят родственники, соседи, знакомые, все на старт. Погода чудесная, спортивное настроение. Школа полна оптимизма, радости, какой-то задора. Конечно, нравится, да. А вы сами участвуете, да? Я обязательно участвую каждый год. А за кого бегаете? Сначала бегала за свои классы, а теперь бегаю за класс, в котором учится мой ребенок. Как твое настроение? Очень хорошее настроение. Тебе нравится участвовать за свой класс, бегать, поддерживать? Очень нравится. Сколько лет традиции провождения осеннего кросса? Ну, мы считаем, что, наверное, уже 27 лет, то есть больше четверти века. А почему его проводят именно осенью? Ну, как-то так повелось. Я даже не знаю, вот, насколько правильные я назову критерии выбора времени. Ну, во-первых, сентябрь, это мы все начинаем, да, это новый учебный год. Третья суббота, сентября, когда народ уже, в принципе, тренированный после летнего отдыха, летнего безделия. Потом осенью ушел из жизни Анатолий Владимирович Розов. Ну, и как-то так повелось, что третья суббота, сентября всегда очень хорошая погода. Это еще золотая осень, не мрачная, слякотная. И поэтому это хороший семейный праздник получается. А еще к этому времени уже все семейные вопросы решены, урожай обран, никто на даче не торопится. Так и появилась третья суббота, сентября. Мероприятие началось с торжественного построения, а далее проходили забеги в разных возрастных группах. Когда наблюдаешь за этим мероприятием, кажется, происходит что-то невероятное. Тебе нравится участвовать в последнем кроссе? Да. Нравится? А ты уже бегала за свой класс? Да. А в каком ты классе? В третьема. Ты хорошо пробежала? Да. Любишь ли ты участвовать в спортивных мероприятиях? Люблю. А ты всегда добиваешься успеха в соревнованиях? Ну, да, всегда. Стараюсь. А как ты относишься к спорту? Ну, нормально. Ты первый раз участвовываешь в подобных соревнованиях в нашей школе? Ну, я еще участвовала, когда у меня, мои сестры были в школе. Я была маленькая, я ездила в коляске. А тебе нравится участвовать? Да. Что ты чувствуешь, когда бежишь в дистанцию? Я чувствую волнение. А тебя пришли кто-то поддержать? Да. А кто? Тетя, трехлетний брат, две сестры, мама. Это очень здорово. А что ты желаешь всем участникам соревнований? Чтобы победить. Кроме учащихся в состязаниях принимали участие мамы и папы, бабушки и дедушки, младшие и старшие, братья и сестры, многочисленные родственники и друзья. Какой из состав участников более богатый? Из младших классов или из старших? Ну, вы знаете, трудно сказать. Естественно, конечно, начальные классы и родители, молодые, активно участвуют целыми семьями, привлекая и родственников более старших, и соседей, и друзей. К старшим классам как-то уже, наверное, родственники немножко устают от ежегодного участия. Но в любом случае, конечно, в начальной школе вызывает больше интерес. Но я не могу сказать, что основная и старшая школа дает мало участников. Нет, их тоже много, но всегда почему-то побеждает у нас начальная школа, когда речь идет о самом дружном, то есть массовом классе участия в этих соревнованиях. А какая атмосфера царит на празднике у участников этих соревнований? Ну, я думаю, что атмосфера соответствует солнечной погоде. Я не видела ни одного плачущего человека, который был бы огорчен, даже, может быть, если он не первым пришел. И даже вот есть у нас жертвы среди учителей, которые на трассе получили травму, но все равно слез не было. Я думаю, что хорошее настроение. Вот мы сказали, лозунг здоровым быть здорово, а улыбка – это признак здоровья. А что можете сказать о будущем этого соревнования? Ну, я думаю, что есть у наших соревнований начало и нет, у соревнований конца. Вам нравится праздник вообще? Очень нравится. Столько народу, наверное, первый раз собирается. Ну, вы первый раз участвуете? Да, первый раз участвуете. А за кого вы пришли болеть? Второй класс. Второй класс. За внучку? За внучку. Здравствуйте. Как ваше настроение вообще сейчас? Отлично. Отлично? Вам нравится праздник? Конечно. Конечно? Конечно. Таких малышей. Вы первый раз участвуете тут? Вы первый раз участвуете? Да, первый. Первый правнук. Какое у вас настроение сейчас? У меня хорошее. Хорошо. Вы пришли болеть за своего ребенка? Да? Вот ребенок. Да? А тебе нравится праздник этот? Да. Ты первый раз участвуешь в нем? Нет. Нет. Нет? А в каком ты классе? Третьем. Третьем? Молодец. Ты пробежала уже, да? Да. А кого вы пришли сегодня поддержать? У меня и внуки здесь, и правнук даже есть здесь. И шестой класс, и седьмой класс. Так что много у меня их. А какой раз вы уже участвуете в подобных соревнованиях? Третий раз, это обязательно. Третий раз помню. Третий раз. А что вы можете сказать по отношению к этим соревнованиям? Вы знаете, это так здорово. Это так хорошо. И память была о розове. И вообще для здоровья наших детей, взрослых. Всем здоровья и успеха в учебе. А что вы пожелаете участникам? А участникам, конечно, хороших результатов. Хороших результатов. И главное, здоровья. Какой класс вы поддерживаете? Третий, восьмой. Восьмой. Какой раз вы участвуете в этих соревнованиях? Каждый год участвуем. Каждый год. А вы знаете, в честь кого начались эти соревнования? Да, в честь розового. Что вы чувствуете, когда пробегаете дистанцию? Очень рады. Да, бодрость, восприятие духа. Есть возможность побегать. Сами не бегаем. То есть вы не очень популярно относитесь к спорту? Ну, стараемся по мере возможностей. А что вы хотите пожелать участникам? Спортивных достижений, здоровья, чтобы всегда занимались спортом. Бодрости духа, победы, конечно же. Активного участия в таких мероприятиях. И сплоченности коллектива. Какой раз ты участвуешь? Первый. А что ты чувствуешь, когда бежишь дистанцию? Я чувствую то, что мы вот уже ближе к победе. Победи, победи у нас, больше шансов на победу. А с какой целью ты пришелся на этот праздник? С целью победить. А ты победил? Нет, я пятый прибежал. Ну, это очень здорово. А как ты относишься к спорту? Очень хорошо, я его обожаю просто. А чем ты занимаешься? Нет, я не хожу на спорт только. А что ты хочешь пожелать всем участникам? Всем участникам хочу пожелать, чтобы они были здоровые, спортивные, нормальные. А кто пришел тебя поддержать? Мама, тетя Валя, Сонечка и Ксюша. Какой класс вы поддерживаете? Третий В и восьмой В. Как вы относитесь к спорту? Положительно. Занимаетесь ли вы в свободное время спортом, а именно бегом? Бегом нет, не занимаюсь. Раньше занималась лыжами. Третий взрослый разряд был. Здорово. То есть вы любите бегать именно на осеннем легкоатлетическом кроссе в 13-й школе? Ну да, есть такая возможность. Очень рады, всегда участвую. А знаете ли вы, в честь кого проводится это мероприятие? Анатолий Владимирович Розов, мой учитель, преподаватель НВП, физкультуры. Что вы пожелаете остальным участникам? Участникам? Здоровья, хорошего настроения, в школе поддержания традиций. Мы в этом году участвуем с семьей в 13-й год. Раньше людей было значительно меньше, сейчас много. Это здорово. Объединяют классы, объединяют семьи, объединяют родителей. И только поддерживать такие традиции. То есть вы желаете, чтобы эта традиция только процветала? Да, да. Со своими ребятами бегут и классные руководители. И все они приносят в общую классную копилку спортивные баллы, которые и определяют главного победителя этих соревнований. Самый дружный класс. Как вы относитесь к осеннему кроссу? Очень положительно отношусь к осеннему кроссу. Какое у вас настроение сейчас? Вы вообще рады? Я очень рада, очень позитивное, положительное настроение. Осень прекрасная, золотая. Вот у всех такое радостное, бодрое настроение. И меня это очень радует. Какая ты прибежала? Первая. Довольна ли ты своим результатом? Довольна. Легко ли тебе было преодолеть эту дистанцию? Легко. А были ли у тебя какие-то соперники, которых тебе было тяжело обогнать? Ну, нет. То есть ты была абсолютным победителем? Да. Ты рада? Да. Из какого вы класса? Из второго. Из второго. А кто ваш классный руководитель? Оксана Егорова Жук. А вы привели с собой много родственников для участия в этих соревнованиях? Да. Сто. Сто шестьдесят один человек. То есть вы намерены на победу? Да. А что вы чувствуете, когда за вами бегут ваши родственники и поддерживают вас? Волнение. Волнение. Да. А что вы хотели пожелать всем участникам? Здоровья, победы, успехов, победы. Чтобы были спортивные. Ну все, нам надо идти. Да. Спасибо большое. С каким настроением ты пришел на это мероприятие? Ну, с настроением так, выше среднего. Ты любишь спорт? Ну, относительно да. Чем ты занимаешься в спортивной сфере? Ну, бываю иногда так. Немножечко борьбой занимаюсь, а так ничем. С каким настроением ты бежал дистанцию? С каким? Ну, думал, надо пробежать, иначе все. У тебя была какая-то цель или стимул? Нет, не был. Ну, разве что пробежать. А кто тебя поддерживал? Все. Мама, папа там. Что бы ты хотел пожелать остальным участникам? Стимула и желание бегать. С каким настроением вы пришли на это мероприятие? С хорошим, с веселым. А легко ли вам было преодолеть дистанцию? Да, довольно-таки сложно после летних каникул. А как вы относитесь к спорту? Хорошо, положительно относимся. Спорт, нужно заниматься спортом. Какой раз ты участвуешь в Кроссе? В Кроссе участвую четвертый раз. Нравится ли тебе это мероприятие? Очень нравится, потому что мы здесь можем собраться все вместе, со своей семьей, и отлично провести субботний вечер. То есть ты сегодня шла на соревнования с положительными эмоциями, с хорошим настроением? Да. А что ты чувствовала, когда бежала дистанцию? Когда бежала дистанцию, я чувствовала какую-то волю к победе, порыв и вдохновление. А ты довольна своим результатом? Я довольна своим результатом. Все отлично. То есть в Кроссе, в 13-й школе, ты участвуешь в последний раз. Что ты желаешь оставшимся участникам на будущие годы? Я желаю всем, чтобы все так же собирались встретиться в субботу, сентября. Это замечательное мероприятие. Чтобы было еще больше участников и чтобы было больше спортивных побед. Какие твои эмоции от этого мероприятия? Эмоции, безусловно, положительные. Я очень рада, что в нашей школе проводится подобное мероприятие. С каждым годом приходится больше человек, и это только радует. Хорошо. А какая ты прибежала? Первая. Умничка. Кто тебя поддержал на этом мероприятии? Родители, друзья, родственники. Егор, как ты относишься к данному празднику? К этому празднику я отношусь положительно, потому что он развивает наши физические способности. И он нас как класс организует весь. И мы, как самый дружный класс, мы должны друг друга поддерживать на этом празднике. А ты вообще сам спортивный? Занимаешься чем-нибудь? Ну, я занимаюсь боксом. Меня тренирует Александр Николаевич Шииловский. Он меня подготовил к этому мероприятию. Мы с ним тренируемся и занимаемся. Благодаря ему я пробежал второй. Молодец, поздравляю тебя. Мы первые! Мы лучшие! Это общий школьный день семьи. Этой традиции уже более 25 лет. И с каждым годом праздник становится все масштабнее и охватывает уже не только целый микрорайон, но и большую часть города Буя и даже Буйского района. Как ты относишься к спорту? Я люблю спорт. Я занимаюсь легкой атлетикой. А ты хочешь добиться высоких результатов в легкой атлетике? Да. С каким настроением ты пришла на эти соревнования? Хорошим. А что ты чувствовала? Радость, победа. А у тебя была какая-то цель? Победить. Ты участвуешь на многих соревнованиях подобного уровня? Да, конечно. Тебя много человек пришло поддержать на эти соревнования? Да. Ты этому рада? Да. А что ты чувствуешь, когда тебя поддерживают твои родственники и друзья? Я чувствую, что я буду победителем и чувствую их поддержку. Что ты хочешь пожелать остальным участникам? Удачи, чтобы они быстро бегали, чтобы они были веселые, чтобы они были веселые и позитивные. Какого класса? И третий руководителя? Третий руководителя? Третий руководитель? Кто ваш классный руководитель? Наталья Владимировна. С каким настроением вы пришли на мероприятие? С хорошим. Как вы относитесь к спорту? Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Что вы чувствуете, когда бежите? Победа. Мы чувствуем победу. Вы пришли на соревнования с какой-то целью? Да. Оставить у себя кубок. Кубок. А что значит оставить у себя кубок? Мы в тот год все находит. Мы в тот год выиграли. А за что дают в нашей школе кубок? За то, что много человек привезли народу. То есть должны привезти много родственников, чтобы вас поддерживали? Да. Вас много человек поддерживают? Очень. 109. Нас 109. Здорово. Что вы пожелаете остальным классам? Удачи. Удачи. По традиции победители определяются в различных номинациях. Самый дружный класс, самый юный бегун, самый старший спортсмен, самая дружная семья и самые лучшие результаты в разных возрастных группах. С каким настроением ты пришла на подобное мероприятие? Безусловно, настроение праздничное. Это один из любимых моих школьных праздников. А чем ты занималась на этом празднике? Я была освобождена, поэтому помогала с протоколами. То есть мне говорили, какие номера бегут. Я записывала эти номера, а дальше мы уже распределяли время. А по твоему мнению, это ответственное задание? Безусловно, ответственное, потому что нужно внимательно слушать, быстро писать и, безусловно, трудно. То есть тебе показалось это трудным? Ну, трудно вначале было, а позже я, как сказать, вошла во вкус и уже было проще. То есть тебе удалось справиться с этим заданием? Я надеюсь, что да. Что ты пожелаешь участникам? Желаю, безусловно, хорошего настроения. Хорошего, так сказать, настроя на победу. Надеюсь, будет очень много полных семей, которые пришли на наш праздник. Идею, что так и будет дальше. Ребята, обратите внимание, кто участвует ежегодно, то, я думаю, что Тамара Васильевна узнает уже в лицо. Как Снегурочку и как постоянную участницу. Скажу про ваш возраст. 88. 88 и каждый год на старте. Тамара Васильевна, тоже наша украинская книга, не нашла медали. Внук, внук заказывал медаль. И надо сказать, что очень многие семьи, включая семьи Степанова, Демиденко, Кривенко, четыре поколения участников. Ваши подарки. Кто с Тамарой Васильевной, родственники? Выходите. Побыстрее, внуки, правнуки. Антон, где не вижу. Машут рукой и стесняются подходить. Ну ладно. Мы благодарим вас за участие и ждем на следующий год. Победителем в номинации «Самая дружная семья» стала семья Райкиных из второго А-класса. Второй А-класс также стал победителем в номинации «Самый дружный класс», собрав на старте 170 человек. А что вы пожелаете семьям, участвующим в этих соревнованиях? Ну, чтобы семьи всегда приходили, поддерживали своих детей, приводили с собой как можно больше родственников, друзей и знакомых, чтобы у ребенка был стимул, что... И он был рад, что за него пришли поддержать столько много родственников. Что вы пожелаете участникам сегодня? Ну, участникам я пожелаю, прежде всего, здоровья, хорошего настроения и чтобы в их семьях солил лад и понимание. С вами были специальные корреспонденты программы в школе – Катя и Маша. До новых встреч!